Пес пытался сделать долгожданный глоток воздуха, но плотный ошейник сдавил шею так, что даже вздохнуть можно было с трудом. Сознание уже начал опокидать пса, в глазах мутнело, а почва под лапами начинала плыть. Но вдруг ошейник ослаб, и пес смог сделать глубокий долгожданный вдох. Хрипя, он снова и снова жадно вдыхал воздух и от головокружения упал на брюхо. Послышались отдаляющиеся шаги. Зверь выдохнул, наконец-то его оставили в покое. Теперь можно отдохнуть. Однако не успело животное расслабиться, как шаги вернулись. Раздался тонкий свист, а потом бок обожгло огнем. От боли пес вскочил, заскулил, но это только разодорило человека. Удары посыпались со всех сторон. Животное прижало уши и склонило голову, чтобы защитить глаза от побоев. Оно уже знало, что сопротивление придаст хозяину сил. Горький опыт подсказывал, нужно терпеть молча, иначе невозможно будет двигаться несколько дней. Удары стали реже, а вскоре и вовсе затихли. Пес не двигался и старался даже не дышать глубоко. Не потому, что рассеченные бока болели при каждом вдохе, хотя это тоже было правдой. А потому, что любое движение могло спровоцировать хозяина на продолжение. Шаги снова удалились, а затем в другой комнате заработал телевизор. Вот теперь можно выдыхать. Пес аккуратно улегся на бок, не обращая внимания на боль рассеченной шкуры. Он уже свыкся с постоянными болевыми ощущениями. Хотя когда-то даже подумать не мог, что на него поднимут руку. Заводчики относились к щенкам очень бережно. У собаки с приплодом была отдельная комната с собственным выходом на улицу. Для малышей было много игрушек, и каждый день с ними занимался тренер. Цена на щенков была высокой, но и к новому хозяину они попадали с базовыми знаниями границ и команд. Когда за псом пришел его человек, зверь радовался так, что его хвост чуть не отвалился. Первые недели были очень познавательными. Человек приучал питомца к правилам нового дома, знакомился с окружающими территориями для прогулок. Чуть позже начал водить к кинологу. Ему нужна была собака, которая идеально слушалась любой команды. Щенок схватывал все на лету. Вскоре он вырос в пса, четко выполняющего все команды. Какое-то время они с хозяином жили душа в душу. Питомец старался предугадать желание своего человека, приносил пульт от телевизора, щелкал переключателем света по команде. Он никогда не делал вещей, раздражающих хозяина, не ложился на диване и не клал морду на стол. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и мирная жизнь в большом двухэтажном доме с зеленым газоном. В один день небо превратилось в смертельную угрозу. Пес хорошо помнил, как все началось. Он тогда спокойно спал на своем лежаке, ничто не предвещало беды. Но посреди ночи где-то недалеко прозвучал оглушительный взрыв. Пол под лапами загудел, стекла громко зазвенели, норовя разлететься на тысячи осколков. С пола купало несколько безделушек. Пес подскочил на месте. Он еще не проснулся и никак не мог собраться с мыслями, но сработал инстинкт оказаться рядом со своим человеком. Животное сделало то, чего никогда себе не позволяло. Оно ворвалось в хозяйскую спальню и запрыгнуло на кровать. Человек тоже не спал, смело оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Внезапно раздался второй взрыв, немного дальше, но не менее громкий, чем первый. Сонный мозг все еще не мог проанализировать реальность. Однако руки человека обхватили пса поперек массивного туловища и крепко сжали. Животное не возмутилось такому поведению, хотя дышать стало труднее, когда от сильной хватки у зверя сдавили кости. Он завыл. Человек сразу же опомнился, отпустил питомца и бросился к телефону. Пара минут чтения новостей, и все пространство вокруг ожило. Хозяин бегал по комнатам, сгребая некоторые вещи в сумку. Пес бегал за ним, опасаясь выпустить человека из виду хотя бы на секунду. Зверь понял, что они куда-то едут, и тут же принес свой поводок, миску и паилку. Все это он сложил возле хозяйской сумки. Человек безумными глазами посмотрел на вещи и перевел взгляд на пса. Несколько секунд он задумчиво смотрел на питомца, но потом тряхнул головой и закинул его вещи в сумку и поспешил к выходу. Пес едва поспевал за хозяином. Они запрыгнули в машину, закрыли ворота и поехали в неизвестном направлении. Тогда животное видело свой дом в последний раз, но еще не знало об этом. Теперь пес аккуратно поднялся. У него ужасно болело горло. Хотелось пить. Животное постаралось встать неслышно. Оно прокралось в кухню и жадно припало к миске с водой. Когда жажда была удовлетворена, пес покосился в соседнюю миску. Там словно в насмешку лежала заветренная обглоданная кость, которая осталась после ужина хозяина. Просить еду питомец не решился. Он голодал уже второй день, но напоминать о себе не горел желанием. Вспышка ярости у человека прошла, но кто знает, не повторится ли все вновь. Зверь аккуратно обхватил челюстями кость, принялся ее обсасывать и облизывать. Все равно грызть пес ничего не мог, без зубов особо не погрызешь. Сказать кому, не поверит, но у молодого здорового животного не было половины зубов. Это случилось не так давно, пару месяцев назад, когда хозяин был очень зол. Почти год назад они ехали с редкими остановками много сотен километров. У хозяина все краски сошли с лица, а руки крупно тряслись. Он нервно сжимал руль и топил педаль газа. Они приехали далеко в незнакомый город. Сначала по привычке сняли дом, не такой роскошный, в каком жили, но тоже с большим участком. Псу сразу же понравилось на новом месте, незнакомые запахи, необычные птицы, большие парки для прогулок. Он с щенячьим восторгом изучал все вокруг. Однако теперь они с хозяином вздрагивали от каждого громкого звука. Питомец не знал, почему, но его человек с каждым днем становился все мрачнее. А потом пес застал хозяина плачущим с бутылкой чего-то гадко пахнущего. В тот день мужчине сообщили, что его дом попал под обстрел и теперь на участке только груда развален. А бизнес, который он вел, присвоили себе другие люди, вывезли оборудование, сырье и готовую продукцию за границу. Накануне мужчина вложил много денег в свое дело, закупил новые дорогие станки и теперь потерял все. У него остались только машина и собака. В тот день хозяин так и уснул на диване в обнимку с бутылкой. Пес всю ночь верно сторожил своего человека. Наутро мужчина сел с калькулятором и выписками из банка. Ситуация выходила не очень утешающая, следовало расходовать деньги экономнее. Первое, что сделал хозяин, переехал в другое жилье. Тут псу не нравилась тесная квартира, нельзя выйти на улицу, когда хочется. Но выбирать не приходилось. Вдобавок сильно урезался рацион. Теперь питомцу покупали недорогой элитный корм и собачьи сладости, а дешевые заменители, которые даже пахли подозрительно. Пес сначала не хотел есть, но со временем смирился. Хозяин пытался начать бизнес заново, но у него ничего не получалось. Мужчина стал все больше пить. Под градусом он практически не контролировал себя. Как-то пес неосторожно попался хозяину под ноги, отчего тот чуть не упал и расплескал алкоголь в стакане. Это вывело мужчину из себя, и он ударил животное. Собака взвизгнула и поспешила убраться с дороги. Внезапно человек ощутил прилив удовлетворения, наконец-то кому-то хуже, чем ему. Через несколько дней все повторилось. Хозяин отпинал питомца по бокам и испытал необычайный прилив сил. Он как будто подзаряжался от издевательства над животным. Пес смиренно все терпел. Его еще в раннем детстве научили беспрекословно слушаться хозяина, и он четко соблюдал эту установку. На какое-то время все прекратилось, хозяина взяли на работу, и он пропадал там целыми днями. На выпивку времени не было, мужчина сильно уставал. С псом он гулял мало, но питомец был счастлив и этому. Но на работе мужчину обманули, не выдали обещанную зарплату и выгнали. Домой он пришел злой, пьяный и настроенный отыграться. Квартиру громить было нельзя, хозяйка на улицу выгонит. Машину бить тоже не вариант, на чем ехать в случае чего. Оставался только один вариант – пес. В тот вечер животное впервые изменило своим принципом. Оно уклонялось от удара, пряталось под столом, убегало в другую комнату, но нигде не могло скрыться от хозяйской злости. После очередного сильного удара зверь не выдержал и оскалился в ответ. Он не хотел кусать хозяина, даже мысли не было – это же его человек. Но инстинктивно зверь показал зубы в ответ на агрессию. Хозяин отдернул руку, но почти сразу же яростно принялся кричать на питомца. Вспоминал, за сколько купил щенком, во сколько обходился корм, посещение ветеринара, карал за естественную защитную реакцию, обзывая неблагодарным. Пес в ответ порыкивал, но тут же, словно извиняясь, крутил хвостом и пытался облизать руки. Это почему-то еще больше взбесило человека. В тот вечер зверь остался без большего количества своих зубов. Как он не пытался вырваться, мужчина был сильнее и крепко держал челюсть. Болело несколько дней, десна кровоточили. Пес все это время не ел, глотая воду вперемешку с собственной кровью. Когда все зажило, оказалось, что кроме жидкой пищи питомец теперь ничем не сможет питаться. Хозяин от такой перспективы был не в восторге и от души отходил с животное по бокам. Мужчина снова не ходил на работу, днями просиживая с бутылкой около экрана телевизора. Он часто забывал гулять с питомцем. Пес несколько раз пытался позвать человека на улицу, но получал сильные удары в ответ. Поэтому зверь терпел до последнего. Вдруг хозяин про него вспомнит. Когда мужчина не замечал животное сутками, тому нужно было куда-то справлять нужду. Дверь в туалет плотно закрывалась, а в ванной постоянно была нараспашку. Поэтому пес нашел выход из положения в душевой кабинке. Хозяин за это жестоко бил и ругал зверя. Но какая разница, когда тебе отметелят до того, как сходишь в туалет или после. Потом мужчина притащил цепь с шипами и заменил ею ошейник. Теперь за малейшую провинность он стягивал шею. Острый металл впивался в шкуру, а от удуши темнело в глазах. В соседней комнате резко оборвался звук телевизора, послышались шаги. Животное сжалось в комок. Мужчина снова был в зол. Только на этот раз не собирался останавливаться. Когда перед глазами начало темнеть, пес понял, что это к лучшему не видеть, не слышать, не чувствовать, не страдать. На следующий день рыбаки выловили из городского озера стафартширского терьера с тяжелой цепью на шее. Люди ужасались увиденному, а пес был счастлив. Не здесь, на земле, а где-то там, куда улетают все собачьи души.